Один из самых популярных кружков, существующих уже в течение четырех лет на базе Натырбовского сельского дома культуры, клуб фитнеса и здорового образа жизни под названием «Грация», руководит которым Зина Олейникова. В течение этих лет здесь сформировался коллектив женщин из 15 человек, которые регулярно занимаются скандинавской ходьбой и другими физическими упражнениями. Особое внимание в работе клуба уделяется и старшему поколению. Каждый месяц в эти занятия привлекаются жильцы пансионата для престарелых и социального дома. На одном из таких занятий присутствовала и наша съемочная группа. Сегодняшнее мероприятие прошло под девизом «Как никогда не болеть». Вместе с социальной службой нашего села Натырбова мы решили проводить мероприятия по здоровому образу жизни. Я думаю, что никому это не секрет, что человек живет тогда, когда занимается не только работой, не только какими-то делами, но и лично собой. Здоровый образ жизни – это молодость, это здоровье, это силы к творчеству и к благополучию. Поэтому у нас очень развита здесь в СДК работа с пожилыми людьми. Вы знаете, что и социальный дом, и пансионат, и у нас есть в СДК группа «Грация» для тех, кому за 50. Все это работает и продолжает эту работу в плане как в практическом, так и в теоретическом. И вот сегодня мы решили также вместе с социальной службой провести мероприятие, посвященное здоровому образу жизни, как в теории, так и в практике. Теоретическую и практическую части занятия провел Алексей Толмачев. Он рассказал социальным работникам Силана Натырбова, подопечным и участникам группы «Грация» о правильном дыхании, закаливании и психологическом настрое. Также для них был проведен мастер-класс по развитию опорно-двигательного аппарата. Участники получили массу положительных эмоций и зарядились энергией до следующих занятий. Я думаю, что для пожилых людей очень нужны эти мероприятия, так как в это непростое время нужно нормализовать и свое здоровье, и не только здоровье, но и психологическую атмосферу. Потому что очень трудно бывает в жизни, когда человек прекращает работать, уходит на пенсию, и его силы просто начинают таять из-за того, что он один дома остается. А когда он приходит сюда к нам и набирается вот этого позитива, этого настроя, то тогда, думаю, ему становится намного легче.